У нас есть свои огороды у многих, вот дачи, вот мы должны садить свое. Купуют все, товара нет. Я их спросила нам, что кушать не надо, южанам, ну они люди маленькие. Цены все остались прежние, что и были. У нас вон ценники все стоят. Ахмельницк не приезжает, там же копченые. Но мы завтра его ожидаем, вроде бы как будет. А варенка так все разнесет. Масло, сыр все. Сейчас уже не идет разговор о большом ассортименте, а главное, чтобы было. Поэтому как-то так. Мира вам. Да, сложно, да, тяжело, но это нам надо выдержать. Люди, да, берут сейчас очень много, запасаются, как говорится, в связи с этой ситуацией. Вот. Товар дорогой очень, но поймите правильно, это не от нас зависит цена. Это все зависит от закупочной цены. Вот. На оптовых рынках, где мы покупаем это, товара очень мало, очень тоже мало, и он очень дорогой. Все. Чем мы можем, тем и людям помогаем. Мы сейчас своим транспортом ездим. Вот. Через эти все блокпосты, заслоны, блоки лежат на дорогах везде, говорится. Но мы ездим, стараемся, чтобы у людей что-то было здесь, у наших. Вот. Кажут, что на весну у нас все ранние овочи шли из Миколаевщины, из Херсонщины. Правильно. Значит, мы всегда, я лично тоже возил из Херсонской области, такое село, из там великой компании, где буквально каждый двор чем-то что-то выращивает, занимаются люди, выращивают. Теперь мы такой возможности туда не имеем, чтобы туда поехать. Если не будет вот этих, ну, точек, где вы берете зазвичай товар. Будут большие проблемы с овощами, с фруктами, будут очень большие проблемы. Так что, пускай люди сейчас, у нас есть свои огороды у многих, вот, дачи, вот, мы должны садить свое, как-то так, чтобы выходить из этой ситуации. Купают все, товара нет. Привезти не откуда. Так что, пока так. Продаем остатки. С чем наибольшая проблема? Картопички? Проблема, да. Борщевой набор – проблема. Капуста, буряк, морковка – это проблема. Нема где закупить? Нема, да. Ну, то есть, его просто нет нигде. Семенная картошка, и все. Очень мелкая, по бешеной цене. Вот на початке вчера было 25 гривен. Ну, не весело так. Ну, ничего, переживем. Все будет хорошо. Свою домашнюю картошкою, та осталась, я ей продаю, и все. И ты посадишь на картошку. Но люди берут и на еду. Все, больше ничего я вам не могу сказать. Да. А ви звідкись приїхали? Нет, я приїхала, у меня дома есть город и все, но я в данный момент живу в Южном. Да, я мала на увазі, з якогось села тут поблизу. Нет, нет. Я уже тут три роки купила квартиру и тут живу. У нас тут свои проблемы. И сюда привозите те, что вы рощуете? Да. Ну, что было до этого, до бомбежки привезли. Сейчас я никуда не еду, ничего не привожу. Пока что у нас товар есть в наявностях, но такого выбора нет, как раньше. А как люди купуются? Так, потихоньку купуются. Кто-то дивится, что цена поднялася. Это не мы поднимали цену, а это тенденция всесвітня. Подорожчание и декаве. В связи с врожайом. Такого. И попрошула. Скажите, будь ласка, чи є у вас, якщо буде якесь загострення, погіршення ситуации, звідки брати товар? Ну, овочів нема. Також немає цієї продукції. Нема. Будете спродувати те, що? Все, що є в наявності, так. Половину даємо, половину продаємо. Таке по мелочам все. А торговлю-то назвати нельзя. Так, случайно люди. А в основному, хто вот, или холодно в ноги там беруть, или себе, или волонтеры приходят. И все, остальное ничего не беруть. Даже ничего не выносимо, смысла нет, ничего выносить не спрашиваю. Так что, в такое время, что ничего. Ну, как у всех. Ну, надеємося на лучшее, но это вот, ежедневно, от этого с утра до вечера на мозге, это даже... Меж собою же начинаем, не то, что там ругаться, уже какое-то такое настроение, как паническое, то ли будет, то ли не будет. Так что, ну, надеємося, конечно, на своих и на лучшее, потому что другого нет, мы никому не дожди. У меня нет ничего, абсолютно, поэтому, не знаю, люди вот бегают в поисках еды, и все. Ну, стали меньше куплять зараз солодощи. Да, солодощи, да. Стоп. А як надалече, є звідки брати туда? Нет, нет, пока нету. Что самое интересное, вчера звонила своим поставщикам, и вот они сказали, что по всей области туда возят, а у нас боятся блокпостов. Я их спросила нам, что кушать не надо южанам, но они люди маленькие, указание руководства их фирмы, поэтому так. Тобто доводится продавать то, что есть. Да, доводится продавать то, что есть, а уже нет ничего. Так что вот так, не знаю, что будет дальше, надеемся на лучшее, верим, все будет добре. Як живете, як настрій? Так, какие настрії? Настрій поганый, как у всех. Так что вот так. Грустно. Чего не могу сказать, хорошее. Люди все берут. Ничего не говорю больше. Все, смотрите, все, что есть, то есть. Без комментариев. Скажите, як надалече, є на вас, где брати товар? Нам нет, у нас машины не едут. В южный. Все. Что с ценами, чи піднімали ціни? Нет, ціни все остались прежние, что и были. У нас, вон, ценники все стоят. Ничего не поднялось. Хлеб свеженький, хороший. Були какие-то перебои за эти дни? Нет. Много хлеба, правда, нет. Нету, не весь асортимент, как всегда. Но зато увеличились обеденный, ржаной, пшеничный, все это есть. Как люди, чи берут, как, звичайно, чи больше берут? Больше намного берут. А что эти поставники кажут, как там на дорогах, чи как они добираются? Ну, как всегда, ночью загружаются, и в 7 часов их выпускают только с Одессы. Когда комендантский час заканчивается, вот, их выпускают. То есть хлеб приезжает немного позже, чем обычно. Так он всегда к 6 часов был хлеб, а это к 8. Что с ценами, чи подвещивались? На рубль повысились цены. Не очень сильно много, но на рубль повысились. А так все есть. Как вы працюете, до какой час? Раньше я была с 6 до 4, сейчас к 8 прихожу. И тоже до 4. Пока весь хлеб, но хлеб весь разбирают. Мы только сегодня приехали, вырвались только сегодня. Мы не знаем, мы как в субботу уехали, это только приехали. Постов полно, мы тоже боимся. Так торговля, люди кушать хотят, конечно. Скажите, пожалуйста, а звідки вы везете? Беляевский район. Сзади еще 60 км. Это у вас там власные? Это наши, это наши, да. Все наша продукция. Мы тут уже стоим 20 лет, как ни больше. Что с товаром? Чи есть какой-то запас? Ну, у нас есть. Мы все лето готовились, все осень. У нас запасы есть на торговлю. Так что, был бы мир, было бы все хорошо. Что с ценами? Чи поднимаете цены? Мы не поднимаем. У нас все как было. Все есть. Чи будете возить? Будем, будем. Каждый день работаем. Что люди берут? Яка ситуация? Чи меньше товара, чи больше? Ну, меньше, конечно. Хмельницк не приезжает, там же копченые. Но мы завтра его ожидаем. Вроде бы как будет. А варенка так все завезли сегодня. Масло, сыр все есть. Потихонечку, потихонечку спасибо. Как с товаром? Чи есть доставка? Пока нет. Пока нет. Мы нет. У нас нет возможности пока. То есть, что есть, то есть? То есть, что есть. Как люди? Чи купляют? Покупают. Покупают. Все прежние свои клиенты, все приходят. Что дальше, если не будет поставок? Никто на этот ответ не может дать. Вопрос ваш. Будем смотреть по ситуации. Если немножко будет тише, может быть, будем завозить товар, конечно. Потому что цех работает, он по Видеополе. Посмотрим. Как бы предложение есть, но немножко боюсь и заводителя сюда, чтобы ехал. Как бы так. Если будет немножко потише, поспокойнее, привезем. Будем стараться. Потому что людям нужно. С шестинами, через большую цель? Нет. С целью, вот можете посмотреть, так они все на месте. В принципе, все прежние покупатели, они все знают, что цена так и осталась. Так что, вот так. Людей мало, но, конечно, само собой, с такой ситуацией в стране. Но, да, покупают, помогаем, чем можем, привозим ее на армию. И цены не знаю, где поднимаются, это, наверное, миф. Потому что у нас только опускаются. Поэтому, ну, что есть. Как с поставками, ну, чьи есть? Перебой. Ну, я так скажу, перебой. Многие фирмы не хотят работать, просто не работают. Все перешли на наличную оплату. То есть, да, и как-то так. Как-то так. Сами ездим, пытаемся находить, что чего не хватает. В группах собираем обратную связь, что людям надо, то и везем. Сейчас уже не идет разговор о большом ассортименте, а главное, что было. Поэтому как-то так. Мира вам. Утром привозят, каждый день все есть. И булочки есть без начинки, но сладкое есть. Все есть, все нормально. Сказали, будет поставка, будут печь всегда. Каждый день. А цена отчизбельшилась? Немножко увеличилась, но все везде увеличилось. Сахар поднялся в сыне, все поднялось в сыне. Что вы хотите? Это не от нас зависит. А как люди, чи много берут хлеба? Нормально берут, как обычно брали. Первые дни было немного набирали, а сейчас обычно нормально берут. Чи есть товар, чи есть подвоз товар? Очень мало товар. Муку привезли, уже нет. До завтра уже не будет ничего. Подвозим только то, что по месту можно взять. Мы в основном товар возим из Николая. Мости разведены, мы туда не можем. Ну и так далее. А остатки, все, что есть, цены не меняли. Вот только то, что свежее привозим. Ну там уже какие цены формулируются. А кто знает, что будет завтра? Чи будут какие-то поставщики, может, где считаете? Неколаєв закритый. В Одессу мы не ездим. Как люди, что больше купляют? Крупы, макароны, питают соль, соль, сахар, спички. Но у нас так получается, что мы ни запасу не сделали ничего. Все стало так, а потом мы развели масти и все. То есть вы торгуете тем, что как бы было? Все, что тут было, кроме того, что завозим с березанки, крупы, макароны и то. Я попросила 50 пакетов, дали 10-15. Они не встегают и працуют в основном на... Хлопцы приезжают с самовбороны. Их нужно кормить. Рынок работает, как обычно, но, конечно, людей очень мало. Не могут приезжать, не могут привозить. И те, которые могут, те работают. И у кого есть запасы, те работают. Так, в принципе, спокойно, нормально. Таких никаких нет инцидентов. Как действует, когда поветрена тревога? Ну, днем-то практически не было, а вечером прячемся, уходим. Как все внуки уже как бы за игру берут. У меня четверо внуков. Они спокойно, главное, спокойно, нормально, не нагнетать обстановку. Что продавцы кажут? Как будут действовать, если товар там не будет в связи с базами? Ну, в принципе, я буду обращаться везде, чтобы привозили сюда. Раньше же привозили. Если надо кому-то справки, я даю справки, на блокпостах проверяют. И смотрят, что на рынок едут, и пропускают без проблем. Просто пусть они звонят, я им даю, всем говорила, кому надо справки, я даю. И проблем никаких нет, они будут привозить. Да, сложно, да, тяжело, но это нам надо выдержать. Как сейчас больше тех продавцев, которые, ну, промыслови, или какие-то, скажем, пакетованные товары продают, или именно те, что свежие привозят? Вы знаете, и так, и так, есть люди. Грек говорит, что нету, быстро разбирает. Люди есть, и продуктовые, и промышленные. Самое необходимое есть. Вот я не знаю, я просила узнать, господарочка работает? Вот единственное, жаловля, что не работает господарочка. А это надо, там стиральная, мыльная, и все. И ребятам надо все-таки, как-никак мы закупаем, и возим, и носим. Так, в принципе, хорошо. Хорошо, но мне бы хотелось пару объявлений сделать, если это можно. Получается, рынок полупустой. И очень часто собираются где-то с 11 часов дети от 10 до 15 лет группами. Где-то по 5-10 человек, 7 я подходила, просила. Но я хочу еще раз сказать, что есть видеонаблюдение. Мы ведем наблюдение. Если они будут так делать, мы будем обращаться в милицию, потому что переворачивают зонты рвут, переворачивают стойки, столы. Это плохо, конечно. Я понимаю, энергии у них много, но лучше пусть пойдут, помогут старенькой бабульке. Принести хлеб или какие-то добрые дела. И прошу, конечно, родителей беседовать с детьми. Я говорила неоднократно детям, бывает часто, я их нахожу и прошу, говорю, вы лучше помогите в чем-то, чем в свои силы, не туда, куда надо, в такое тяжелое время. Господарочка не работает, вот сейчас девочка сказала, уже несколько дней. Очень плохо, это надо, это необходимо. И у них есть товар, если бы не было товара, у них есть. Так, в принципе, все хорошо, никаких нету так. Бывает между собой, кто там, кто на русском говорит, начинается. Ну, извините, я 50 лет живу здесь. Ну, так получилось. Будем, значит, учить, как-то будем делать так, чтобы было хорошо. А в принципе, все нормально, все хорошо. Хорошо работает, я очень благодарна службам коммунальным. Какие молодцы. Вывозят мусор, всегда вовремя, никаких проблем нету. Вода есть, свет есть, все есть, слава богу. Ну, конечно, многие не оплачивают предпринимателя, нам же надо платить за все, за свет, за охрану, прежде всего. Охрана, вот я у них спрашиваю, есть что-то, вот тревога какая-то, что-то есть. Они говорят, мы сразу заходим, если какие-то шорохи где-то, мы выходим. Если какие-то есть у нас, вот у меня администратор, кассир, она за всех несколько старается все вместе под контролем держать. Если какие-то есть чужие люди, заходят, покупают, мы видим грязные они или какие-то, мы сразу к ним. Я прошу, говорю, ну, узнаем, где они живут, фотографировать в крайнем случае. Ну, в принципе, все спокойно, слава богу, все хорошо. Я думаю, мы победим, и у нас все будет хорошо. Главное, чтобы не было вот этой тревоги, не было вот этого нагнетания. Еще хочу обратиться к блокпостам, которые возле Южного. Пропускайте со справками нашими. Люди едут на работу, люди везут продукты, овощи везут. В принципе, чтобы обоюдно все работали. Панюли, скажите, пожалуйста, что с тинами, что поднимают тины? Нет, нет. Я сама хожу, и кассир ходит, предупреждает не поднимать. Но, опять-таки, если они закупают уже там дороже, они продают, а не копейки какие-то. У нас есть такие предприниматели, я потом обязательно скажу. Они даже бесплатно раздают. Вот пришла бабулька, кто-то деньги дает, не надо, они дают бесплатно. Кто-то ко мне приходит, мы идем покупаем. У нас так обоюдно, наоборот, так приятно, что все сплотились. Южный у нас прекрасный город, люди прекрасные, будет все у нас хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова